Всем привет, ребята, вы, Паль, на мой канал, и сегодня у нас новое видео, в котором мы будем тестировать новинки, например, там парочку интересных палеток, также какие-то для меня новые продукты от Beauty Bomb из их старой коллекции, точнее предыдущей, пудру от Makeup Obsession, которую многие сравнивают с Chic, всякие другие штучки, в общем, будет интересно. И мы с вами сделаем такой интересный макияж, плюс хочу вас предупредить, что мне пришли уже продукты из новой коллекции Beauty Bomb, и обязательно будет обзор, просто палетка мне пришла разбитая, так бы обзор был бы уже на моем канале, но мне пришла разбитая палетка, поэтому пришлось ее вернуть и перезаказать. Думаю, вы заметили, что я уже нанесла тон на свою кожу, это был тон от Vivienne Sabo, Mat Matin, что могу про него сказать, мне просто уже надо было его доиспользовать, он у меня полностью закончился, у меня был в 0.1 оттенке самый светлый, вы можете заметить, что он такой светлый, потому что, ну, я не угадала с оттенком. В общем, что могу про него сказать, что это классный тон, он прям дает идеально матовое покрытие, плюс он хорошо перекрывает, несмотря на то, что у него жидкая достаточная текстура. А также второй продукт, который я использовала, это консилер от Divage, вот этот True Color, у меня был на него такой мини-обзор, но он у меня полностью закончился уже, сейчас буду доставать ограничитель, чтобы какие-то остатки продуктов еще доиспользовать, но вообще мне он очень понравился, у меня 0.1 оттенок, и этот продукт очень классный, он хорошо перекрывает, также под глаза его наношу, он не сушит кожу, поэтому классный продукт, можете присмотреться, единственный его минус, то, что маленький объем, и он быстро заканчивается. Всем привет, ребята, вы, наверное, не ожидали меня видеть уже с макияжем, так как мы еще с вами в процессе, но сейчас я очень хочу вас отвлечь от просмотра, и хочу вам показать, и вообще рассказать про канал Софы, Визажулия, это просто вау, ее канал это что-то, просто самое крутое, что я вообще видела, потому что у нее очень интересное видео, плюс распаковки макияжа, посмотрите вообще на то, как, с какой скоростью она выкладывает видео, и на ее просто трудолюбивость, и на такой огромный объем информации, которые она вкладывает в свое видео, поэтому сейчас я вам покажу обязательно фрагментик после этого кусочка, и вы поймете, насколько же Софа крутая, поэтому очень, очень вас прошу, чтобы вы подписались, потому что для меня это будет очень приятно, и думаю, Софе тоже будет очень приятно, если вы на нее подпишетесь, а я прям точно вам рекомендую, и вы точно не пожалеете, потому что вы найдете там просто все, распаковки, обзоры, все, что любите. Так, ну мы будем с вами, собственно, переходить уже к затесту продуктов, вместе тестировать, и первое, это пудра от Makeup Obsession, она называется Game Set Matte, Matte Baked Powder, то есть это запеченная пудра, у меня в оттенке фарментера, вроде бы это самый светлый оттенок, не знаю, но она вот такая запеченная, то есть текстура приятная очень, она, я бы не сказала, что она с светоотражающими частичками, просто она не супер плотно спрессована, но что могу сказать сразу, у нее светлый оттенок, поэтому для тех, у кого прям белая, белоснежная кожа, прям эта пудра самая... Теперь хочу вам показать, как выглядит кожа вблизи, то есть можете посмотреть, какие-то шелушения она не подчеркивает, она вполне выглядит натурально на коже, то есть она не супер матовая, ну нам она и заявлена больше как какая-то подсвечивающая пудра. Дальше, прям знаете, такая моя хотелка, я эту палетку долго щупала и в магнит косметики, на свотчах там, мониторила, когда на ее там будет скидка какая-то в магните, но она стоит каких-то там бешеных денег, то есть там 1700. Палетка для лица от 7 Days из линии Киби Калор, думаю, многие как-то подозрительно относятся к бренду 7 Days, но хочу сказать то, что мой любимый консилер, вот здесь его прикреплю, я его покупала уже в два раза, вот только выкинула вчера, у меня закончился в ноль, буду покупать еще один, вот, ну скорее всего в магните, потому что там дешевле, например, на 15 числа, но перейдем к палетке. Так она выглядит, сзади у нас нарисовано все, здесь у нас получается два хайлайтера, румяна и бронзер, можете посмотреть, в самом палетке очень красивенько, и здесь у нас есть зеркало заляпанное, и вот так выглядит сами продукт. То есть здесь у нас такие вот сияющие, румяна, очень красивый хайлайтер, просто которые видны из космоса, и более такой ежедневный, не супер яркий хайлайтер и бронзер. Сейчас я вам сделаю случай, надо посмотреть, я очень хотела именно за счет хайлайтера и румян, вот этих ярких, вы видите на то, как они красиво выглядят, вот менее сияющий такой хайлайтер и бронзер. Бронзер тут достаточно ржеватый, но он вполне нормально выглядит на коже, и начинаем как раз таки с него наносить, набирая вот такой кисточкой. Выходим к румянам, потому что все выскажу я в самом конце про эту палетку, вот после того, как мы все средства протестируем из нее. Теперь мы переходим к румянам, буду наносить их своей любимой кисточкой, вот не бледная, вот такая вот, называется кей, я ее обрешаю для румян. Вы только посмотрите, как нежненько выглядят эти румяна, хотя в рефиле они выглядят такие яркие вроде, но на деле они вполне нормальные, вполне такие неяркие. Переходим к хайлайтеру, я смешаю оба этих, вот такой кисточкой от Real Techniques, я конечно больше люблю кисточкой не бледная наносить, но здесь я специально покажу этой кистью, вот чтобы вы могли увидеть, как такой вот кистью наносится хайлайтер. Мое мнение о этой палетке очень положительное, я вообще не прогадала, что я ее купила, для кого-то это может показаться дорого, ой, 900 рублей почти, это же очень дорого, но, как по мне, для хорошей продукты, для хорошей палетки, в которой есть все продукты для коррекции лица, то есть, что хочу сказать про граммовку, здесь у нас получается по 3,2 грамма в каждом рефиле, и это получается в целом около 13 грамм, 12-13 грамм, и это вполне неплохо для палетки для лица, которая состоит из 4 рефилов, плюс здесь есть очень классное большое зеркало, в которое можно сделать полноценный макияж. Сейчас мы переходим к бровям, мне настолько понравилась эта помадка для бровей от Essence, поэтому я сейчас ей оформлю быстренько брови, с помощью также вот такой кисточки скошенной, и вернусь к вам, точнее, будет так, будете смотреть, как я их оформляю. Оформила я брови, и сейчас я вам покажу вот этот гель от Rilouille, у меня уже был на него обзор, вот, в покупках с Wildberries, но что могу сказать, что это гель, то есть он еще плюс с ухаживающими компонентами, еще для роста бровей и ресниц, то есть что-то, то есть универсальный продукт, но мне просто нравится эффект, который он создает на бровях. И вот так у нас получилось, и теперь мы переходим, можно сказать, к самому интересному, это к глазам. Здесь у меня палетка от Rivalution, жидкий тень от Beauty Bomb, и также подводка гель-левая черная от Beauty Bomb. И все это мы с вами протестируем, и начинать мы будем с жидких теней. Я их буду наносить, это у меня второй, по-моему, оттенок, просто здесь никаких этикеточек нету. Я вам буду прикреплять скриншоты, так как мы знаем, что Beauty Bomb также можно купить на Wildberries, поэтому ссылку я также оставлю. Вот так у меня получилось. Возможно, ничего не изменилось, так как они растушевались в такую нежную тень немножко, но если ее более плотно нанести, то оттенок будет более заметный. В складке у этой палетки вот такая здесь цветовая раскладка, то есть здесь можно сделать и какой-то нюдовый макияж, например, используя вот такие кофейные коричневые оттенки, либо же яркие. И я придумала, ну, как придумала, решила сделать нижнее веко такое нюдовое с помощью коричневого какого-то оттеночка, а верхнее веко сделать таким акцентным, более таким розоватым, использовать какие-то такие кораллово-персиковые и вот этот вот яркий розовый оттенок. Что хочу сказать про стоимость, я покупала за 667 рублей, сейчас же она стоит 867 рублей. Я к вам подвинулась чуть ближе, и первым, какой оттенок будем носить, это, скорее всего, вот этот вот, такой персиковый-розовый. Буду наносить кистью бочонок на верхнее веко, начиная с уголка. Вот так я оформила верхний век, то есть я плюсом использовала три оттенка, это вот этот, этот и этот, и вот эту сияшку. Она вот такая, чем-то напоминает румяные из палетки для лица нашей. И теперь на нижнее веко я буду наносить какой-то такой темно-коричневый оттеночек. Практически у нас все готово, но нам осталась стрелка с вами. И мы ее будем рисовать с помощью вот этой гельевой подводки от Beauty Bomb. Что могу сказать, я ее покупала за 118 рублей, сейчас, кстати, проходит акция там в магните, и она прям супер ярко-черная, при этом у нее очень хорошая текстура. Вот такая вот кисточка, вот не бледная, очень тоненькая, классная. И продукт хорошо набирается, и вы сейчас увидите, как с первого же, как сказать, касания хорошо перенесется и эта подводка. Вот тоже настолько рисковая, что взяли вот эти вот тени, на кисть набрали, и так на щеки, чтобы, знаете, так больше кармонировало, чтобы румяна были более яркие. Нет, ну вот я такая вот намазюкалась, и все. И теперь у нас остались губы, и нам их нужно сделать, знаете, такими неяркими. И здесь я вам покажу классную помаду, про которую я вообще забыла, а потом как откопала, она такая классная. Кстати, что я уже к губам-то? Про палетку, что вам скажу. Свотчи я вам прикрепляю здесь, на фотографии. Кто подписан на мой телеграм-канал, уже увидели эти свотчи, потому что я выкладывала это еще в пятницу, что ли. По-моему, да. В общем, ну эта палетка мне очень понравилась. Здесь можно взять и яркие оттенки, хорошие, и какие-то нюндовые, коричневые, то есть это прям универсальная палетка. Да тут я и вот этот оттенок, как румяна нанесла, вполне нормально выглядит. Да, выглядит ярко, но это специально, чтобы, так сказать, перекликались тени с щеками, так сказать, с лицом более гармонично. Но посмотрите на оформление, на дизайн, на стоимость палетки, мне кажется, она полностью оправдывает ее. подводка, я вообще прям очень приятно удивлена, мне она нравится, ей можно нарисовать грунтки яркие, черные стрелки, но она быстро засыхает, поэтому прям хорошо-хорошо ее закрывайте плотненько, чтобы не было ничего, что она у вас на следующий день уже вся сухая. Вот такие дела, и я только сейчас поняла, там, перехожу к губам, а про тушь-то я забыла. Я хочу дать второй, уже или какой-то там шанс, этой тушь Эксцентрик от Вьен Сабо. У нее вот такая щеточка, рука очень чистая, ребят. В общем, сейчас мы будем ее тестировать, так сказать, уже не в первый раз, но я надеюсь, она как-то может, пока полежала, подсохла, может с ней что-то изменилось, и мне она больше понравится, чем ранее. В общем, ребят, что могу сказать про эту тушь, мое мнение о ней не поменялось, вот честно, как она мне не нравилась, так и не нравится. Ну, посмотрите, ну, что она сделала, ничего, да, я практически ничего не вижу, даже нижние ресницы, которые у меня практически любая тушь прокрашивает нормально, она с ними не справляется. Я не знаю, почему она мне не нравится, это, наверное, первая тушь, которая настолько колючей борсинки, что мне тут даже не нравится силиконовая щеточка, хотя вроде бы форма у нее хорошая. Здесь я вам покажу такой комбо для губ, от Vivienne Sabot, 102 карандаш, всем известный, и 14 оттенки помады. Начинаем мы, конечно, с карандаша, видите, он у меня уже использованный, так сказать. Что хочу сказать, этот оттенок, этого карандаша, практически, под естественный оттенок губ, немного схож, поэтому, это прям карандаш, с которым можно выходить за контур, и вы точно сделаете это незаметно. Вот так я нанесла карандаш для губ, можете посмотреть, у него такой тепленький оттенок, и теперь мы наносим помаду в 14 оттенке, это у нас, по-моему, помада называется, что-то там, Creator или что-то такое, у меня ее уже тут достаточно немного осталось, да ее и вполне было немного, вот такой оттенок, очень красивый, то есть такой нюдовый, на каждый день, немножко с розовинкой, кому-то не нравится запах этой помады, прямо вот так, фу, ужасный запах, но мне он нравится, не знаю, какой-то свежестью, для меня пахнет, может каким-то арбузиком, вообще гурсом, вот, посмотрите на оттенок, вот, но в целом, вот такой оттенок у нас получается на губах, и эти помады, они сатиновые, они не матовые, поэтому не ждите от них какой-то супер стойкости, вот, в принципе, это и как от любых сатиновых помад, не ждите стойкости, потому что они этого не обязаны делать, в принципе-то, вот такой вот какой-то вывод у меня получился, сейчас я немножечко причешусь и вернусь к вам, в общем, вот такой макияж у меня получился, мне вполне нравится, то есть, это макияж, я бы сказала, не суперсложный, то есть, достаточно простой, его сможет повторить каждый, так как тут никакой особо графики, никаких навыков именно в рисовании, ничего такого не нужно, вот, поэтому думаю, что каждый сможет его повторить, плюс, здесь были достаточно бюджетные продукты, все, поэтому, можете присмотреться, также продукты от Бьюти Бомб сейчас на скидках, вся вот эта коллекция кокинг-шоп, может, что-то себе присмотрите, там, по скидкам, поэтому, вот такие дела, плюс продукты для купод Вивьен Собог очень классные, а я буду с вами прощаться, потому что, знаете, уже забалдалась, очень сильно вас люблю, всех просто целую, обнимаю, большое вам спасибо за просмотр, подпишитесь на мой телеграм-канал, если вам это интересно, конечно же, а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok